Всем привет! С вами Толяныч. Сегодня очередной рецепт у нас. Это будет омлет с сыром по-французски. Для омлета нам нужно 4 яйца, берем любую миску железную и разбиваем туда яйца. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Разбиваем яйца в миску, их после этого нужно посолить и перемешать при помощи простой вилки. Солим. Особо не будем там считать сколько соли, солим на глаз, после этого взбалтываем яйца. Добавляем молоко, примерно три столовые ложки, но я буду добавлять на глаз. После того как добавили молоко, перемешиваем омлетную массу. В общем все, мы заготовили нашу омлетную смесь. Далее для приготовления этого блюда необходимо будет еще сыр. Вот у нас примерно, сейчас вам скажу, это где-то 360 грамм сыра, но нам надо совсем немного. Буквально пятая часть этого куска сыра. В общем сейчас будем делать дальше, смотрите. Примерно такой кусочек сыра нам хватит. Можно меньше, можно больше, все по вкусу, как кому больше нравится. Берем большую сковородку, вот такого вот размера. Желательно степлоновая или керамическая, чтобы не прилипал омлет. Далее наливаем подсолнечное масло. Расправляем его по всей поверхности равномерно. Включаем огонь на плите. Все, включили газ, наливаем нашу омлетную смесь. Делаем не сильно большой огонь, ставим сковородку с омлетом и накрываем обязательно крышкой. И ждем. Через пару минут смотрим, что там у нас, как идет процесс. Омлет начал по бокам поджариваться, но мы все равно сделали чуть больше огонь, потому что сильно долго все происходит. Средний огонь. Давайте опять посмотрим, как там жарится у нас. Вот мы видим, что омлет уже первый слой поджарился и здесь немного жидкости осталось. Это значит, что можно натирать сыр. То есть сыр уже не провалится, а будет посредине омлета. Сейчас натрем сыр. Сыр лучше кусочком натирать. Берем кусочек сыра заранее заготовленный. Можно использовать большую терку. Не обязательно наносим на маленькой измельчаться. И просто над сковородкой натираем. Желательно не спешить, потому что обязательно получится насорить. Довольно-таки обильно у нас выходит посыпать омлет. Затираем сырок. Все, теперь делаем поменьше огонь и оставляем наш омлет дозревать. Вообще уменьшаем огонь очень. И буквально ждем минутку. Буквально минутку, я думаю, хватит. Ну и все, после этого желательно сразу омлет разложить по тарелкам и подать к столу. Потому что если он будет стоять, он будет падать. И соответственно в охлажденном виде омлет не вкусен. В общем, прошла где-то минутка-полторы. И наш омлет готов. Видите, он имеет такой равномерный вид. Жидкость практически ее нет. Сыр расплавился. И давайте будем подавать к столу наш французский омлет. Получилось очень наваристое млит. Мягкий сыр сверху. Очень хочется уже попробовать это все дело. В общем, омлет наш готов. Попробуйте. Очень будет вкусно, питательно и сытно. Если вы так позавтракаете, то до обеда вы продержитесь очень спокойно, а то и больше. Приятного аппетита. С вами был Толяныч. Смотрите наш канал. Ставьте лайки. Мы будем для вас что-нибудь новенькое снимать, интересное и прикольненькое. Всем счастливо. Всемчастливо. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok